Морковь Александр Александрович, рассказывайте про это морковкино царство Здесь у нас порядка 20 гектаров моркови Морковь компания Ипрея Сортотип Шантане Это сорт Кордобы Конусная Довольно-таки урожайный сорт Хорошо идет в переработку, заморозку Ну если рано рвать, то может быть на подложку в упаковку Хорошо берут салатники Сорт моркови довольно-таки ранее спелый То есть от момента посева до уборки порядка 100 дней То есть морковь довольно симпатичная для выращивания А можно ее показать? Да, ну она еще сейчас еще как бы молодая Вот она еще маленькая Но она еще подрастет сантиметров на 5-6 И будет набирать уже толщина будет увеличиваться Довольно-таки большой листовой аппарат То есть очень хорошо убирается комбайном Дергается вручную Вот мы уже около недели, наверное, дергаем там Вот всю неделю предыдущую дергали Где-то 500 кг в день для продажи уже на рынке Здесь выращиваются моркови на грядке Вот, если видно, по большой моркови уже сработали гербицидом Вот, крапка сохнет, морковь не стоит А это гербицид выборочно работает на сорнях, что ли? Да, гербицид как бы он селективный Вообще здесь уже по большой моркови применялось два гербицида Это гезогард в дозе полтора литра на гектаре Плюс рейсер 450 грамм на гектаре То есть уже видно, что на маленькой моркови бы он сработал жестко А здесь видно, что поражения к гербицидам нет Не видно Да, самой моркови Посадка довольно чистая Больше обработки будет, только междурять еще Сейчас вот уже, наверное, в августе месяце начнется ботвар разваливаться Здесь уже, как бы, все, морковь получается уже физически выполнена Будет уже массовая уборка Это когда начнется? Массовая уборка начнется где-то конец сентября, наверное Конец сентября Ну то есть она будет еще толще, но много, да? Да, она вот в том году была морковь в среднем там по килограмм Ого Ну, как бы там дожди пошли, она вот набралась То есть поэтому сентябрь и октябрь месяц это самое второе время, когда морковь набирает в весе То есть за один день может быть прирост там до двух килограмм на гектаре Понятно Для этого дождик нужен? Нужен дождик Или полив Здесь у нас посажены два сорта свеклы Свекла столовая это кестрел И свекла Бэби Бит Бэби Бит в компании Райхцван Чем привлекательный этот сорт? Тем, что набрав массу он больше не растет То есть примерно с кулак свекла вырастает и все Нет таких вот торты, мы считаем уродств, которые там по килограмму и более Которую никак не продать То есть для покупателя очень такая удобная Она и хозяйки это оценивают То есть нет переростов, как на некоторых других Ну как бы посадки довольно-таки чистые, можно сказать Ну вот то, что нет дождей А свекла такая культура влаголюбивая Ну будем еще надеяться, что есть время впереди Что еще пойдет? А когда уборка? Уборка начнется свекла примерно со всеми овощами Вместе с картофелем То есть картофель уберется и потом свекла Мы выращиваем свеклу, например, по той же технологии, как и картофель Но просто грядки небольшие То есть на картофеле они более высокие А здесь на свекле, чтобы меньше сепарировать землю, грядки небольшие То есть убираем тем же комбайном, что и картофель А сколько всего посадок гектаров? Сверхлой немного, где-то порядка 5,5 гектаров Вот так вот Продолженng лесор 31 гектаров Но- 위кой это переворачивается Мар Kirk IFILL Шекла 4 с 베 cannot only Сверхлойно-тверхлой Сейчас вы выбipe А теперь ель «Менито» Что это сказать? Сверхлой? Продолжение следует...